Учин Тору Лейну Нишман, молодого парня, который скончался, прожив всего лишь 30 лет, ушел из жизни внезапно и неожиданно из очень порядочной семьи. Считается он мне троюродный брат, и он очень и очень был порядочный парень. Мы скажем его родителям, очень и очень большая боль, мама каждый день плачет, и не дай Бог никому пройти через то, что эта семья проходит. Поэтому сегодня Учин Тору Моя Лейну Нишман, рахамин Демикра Рома Хаимов бен Эстер. Есть два вида войны, не дай Бог мы никогда не хотим войны, но если уже происходит война, есть два вида войны, когда евреи воюют. Первый вид войны называется Мельхемед Митсва, когда это Митсва воевать. Например, кто-то нападает на Израиль, каждый человек должен приложить усилия для того, чтобы он мог помочь своей родине. Даже если он недавно поженился, еще год не прошел, даже если он вчера поженился, человеку он должен тоже пойти помогать, если, не дай Бог, кто-то нападает на Израиль. Это называется Мельхемед Митсва, это Митсва, чтобы человек воевал. А есть еще второй вид войны, который называется Мельхемед Рашут. Это когда, например, Израиль хочет расширить свои границы, или, например, они хотят завоевать какую-то страну, то это уже не митсва, это кто хочет, идет, кто нет, необязательно. И это не просто так, что человек решил пойти и завоевать какую-то страну. Просто так кого-то убивать можно? Кто вам дал право убивать людей? Это же геноцид. Во время Давида Мелеха, когда евреи хотели идти воевать, то, что называется Мельхемед Рашут, Рашут означает разрешение, они должны у Бога взять разрешение. Мы можем идти воевать, расширять границы или нет? Потому что, может быть, Бог не хочет, чтобы мы шли воевать. Кто дал разрешение расширять границы? И вот здесь написано, что во время Давида Мелеха, перед тем, как они шли на войну, они должны были у Бога взять разрешение. Бог, этот народ, которому мы хотим воевать, они заслуживают, чтобы мы их покорили, или они не заслуживают, чтобы мы воевали с ними? Может быть, они не заслуживают, чтобы на них напали? И как они спрашивали, в то время был Коэн-Гадоль. Коэн-Гадоль, первый, кто был на свете Коэн-Гадоль, это был брат Мошарабену, Агарона Коэн, он был самый первый Коэн-Гадоль. И потом назначали других, Коэн-Гадоль должен был быть святой, он должен был знать Тору. Назначали Коэн-Гадоль. Много людей хотели быть Коэн-Гадоль, но это было опасное дело. Потому что Коэн-Гадоль, это было большое уважение, и он мог умереть, не прожив даже еще одного года после того, как его назначили Коэн-Гадоль. Потому что Коэн-Гадоль, основной момент его жизни, это был Йон-Кипур. Во время существования храма, и даже когда храм еще не существовал, был Мишкан. У них был, у евреев, маленький Мишкан, как храм он был. И потом уже построили первый храм, второй храм. Внутри этих зданий была комната, она была небольшая, примерно 5 метров на 5 метров. И туда никому нельзя было заходить. Кто туда заходил, падал и умирал. Нельзя туда заходить. Только имел право туда войти Коэн-Гадоль. Он заходил туда один раз в году, когда был Йон-Кипур. И Тора говорит нам, что внутри этой комнаты, Кодеша-Кодашин называется, Святая из Святых, там был Ковчег Завета. И что интересно, эта комната была 5 метров на 5 метров. Это получается 25 кубических метров, говорят. И вот когда туда ставили Ковчег Завета, когда они измеряли, они видят опять здесь. То есть это Ковчег Завета даже места не занимал. Это было такое чудо. Это написано, Талмуд Масахед Мегеля, страница 10b. Если, например, у вас есть комната. Комната определенная, скажем, 10 метров. И вы потом поставили вот это, то, что вот сейчас я сижу, это имеет 2-3 метра. Теперь, когда вы измеряете, вдруг вы видите, до сих пор 5 метров и 5 метров. До сих пор. О как! Если это занимает место, тогда должно быть меньше. Но было чудо, что когда поставили Арон-Кодеш внутри самой святой комнаты, которая 5 метров на метро, когда измеряли, они видели, что это место не занимает. Это было чудо. В любом случае, Коэн-Гадоль туда заходил один раз в году, и его завязывали на его живот веревку. В случае того, что он упадет и умрет, чтобы мы могли его вытянуть, вытянуть оттуда, потому что никому туда заходить нельзя, чтобы его тело вытащить. Когда он умирал, если он думал о посторонних вещах, которые с Богом не связаны, когда Коэн-Гадоль заходил в эту святую комнату, он должен был только думать о Боге. Если он думал, что будет, что мне жена приготовила покушать после Кипура, я же сейчас голодаю, или он думает, что сейчас люди про меня думают, он думает про посторонние вещи, он про блога сейчас не думает, секунда, он думает о других вещах, падает и умирает. Вы бы пошли на эту работу? И что во время второго храма было минимум 300 Коэнов, которые падали и умирали? Вы видите, что уже 255 человек погибли. Вы почему выдвигаетесь на роли Коэн-Гадоля? Люди говорят, со мной этого не случится. Молодой парень открывает журнал «Дружба», и иногда там пишут, что молодой аварию сделал, умер. Он листает и видит, что молодой парень аварию сделал и умер. Он говорит, со мной этого не будет. И продолжает водить машину, думая, что с ним ничего не произойдет. А ведь тот, кто аварию сделал и погиб, он тоже думал, что с ним ничего не произойдет, что он профессиональный водитель. Но люди, они думают, что со мной этого не случится. Коэн-Гадоль, у него было 8 одежд. И одна из этих одежд, это была урим-ватумим. Или некоторые называют кретти-уфлетти. И это правильно, и это правильно. Оно имеет два названия. Было у него, вот здесь, где сердце, 12 камней разные. Это изумруд, это оникс, разные-разные камни были. 12 разных драгоценных камней. Руби и так далее. И там были имена наших колен Израиля. Рувен, Шимон, Леви и так далее. Четыре буквы там не было. Некоторые говорят, что там еще были и имена Авраам и Сахам и Яков тоже. Когда он Богу задавал вопрос, «Хашем, я хочу знать, можно ли нам нападать на такую-то страну?» Вдруг начинали эти камни гореть. И он должен был эти буквы брать. И что делать? Правильно комбинировать. Что Бог имел в виду? Были моменты, что он иногда неправильно комбинировал. Он увидел одну женщину, ее звали Хана. У нее много лет не было детей. И она вот так, вот так молилась, глаза закрыты, головой кивает, шевелит головой. И в то время был такой коэнгадоли, ее звали Эли. Он спрашивает, «Хашем, что это за женщина? Почему она так себя ведет?» И потом четыре буквы вышли, и он эти буквы неправильно комбинировал. Он комбинировал щикора, что она пьяная. Он говорит, «Как ты можешь прийти сюда, такое святое место, что ты пьяная сюда заходишь?» Она говорит, «Извини меня, дорогой Эли, ты кое-гадоли, мне нельзя с тобой ругаться, но ты неправильно это комбинировал. Не щикора ты должен был, а косара. Буква ш и сэ на еврейце одна и та же буква. Кошера. Кошера переводится кашерная или косара. Я как сара имену детей много лет не имею. Так что он должен был правильно комбинировать эти буквы. Что Бог имеет в виду ему сказать? И вот когда евреи хотели пойти завоевать какую-то страну, вот здесь написано, в Талмуде Масехет Брахот, страницы 3b и 4a, «Миятним хнахим басанидрин». Они шли и спрашивали больших мудрецов, идите молитесь за нас, чтобы мы победили эту войну. И также спрашивали, ури ватумим, у Бога спрашивали, нам можно воевать или нет? Мы победим эту войну или нет? А может быть, нам нельзя нападать на эту страну? Они хорошие люди. А может быть, они грешники, и нам можно с ними воевать. И в этом случае Гумара говорит нам, что они отвечали, эти камни сияли, Бог отвечал евреям, можно вам воевать или нет? Когда евреи шли на войну, надо было выбрать самых-самых хороших людей, святых. Если человек совершил какой-то грех, даже этот грех не так уж большой, уже он не имел права идти на войну. А что это за грех? Как вы думаете, какой грех человек совершит, что его не разрешали идти на войну, говоря, из-за тебя одного тысячи человек могут погибнуть? Если, например, человек завязывает филин, то когда он ставит головной филин, ему нельзя разговаривать, пока он не завяжет филин полностью. Если же он заговорил, уже считается, что он согрешил. Представьте себе, человек никакие грехи не имеет, а вот заговорил, уже Тора говорит, ты не имеешь права идти на войну, иди туда. Это война, если это митсва, или если это рашут? Мельхемед рашут, ты не имеешь права. Мельхемед, митсва, все идут. Нет выхода, больше. И вот здесь написано, что этот человек, который главнокомандующий, он говорит, «Шмай Исраэль, слушайте народ Израиля, вы сейчас видите большое войско, наших врагов, вы видите много лошадей, вы видите много-много солдатов, чтобы вы не испугались, и чтобы не оробело ваше сердце, крепитесь и мужайтесь, потому что Бог с нами, и мы эту войну победим». Он должен им что дать? Он должен дать им хорошие слова, чтобы они не падали духом, и чтобы они знали, что Бог с нами. Почему он начинает свои слова, говоря, «Шмай Исраэль, слушай, Израиль». Он говорит, даже если вы имеете только одну митсву, вы прочитали «Шмай Исраэль», но вы нарушения не имеете, у вас нету много митсвы, вы не дали тысячи долларов цадака, вы не сделали большие митсвы, но вы сегодня «Шмай Исраэль» почитали, уже знаете, что Бог вам поможет, и вы эту войну победите. Интересно, Яков Авину, он тоже, когда должен был встретиться со своим братом Эсавом, Яков, Эсав, все вы знаете, сколько лет Яков и Эсав друг друга не видели? Сколько лет они не видели друг друга? Они не видели друг друга? Сколько лет? 14 лет он изучал Тору в Ешиве Шемиевера, и еще 22 года он работал на Лавана, значит, 36 лет он своего брата не видел. Если вы в Союзе с кем-то поругались, вы с кем-то в Союзе поругались, очень сильно, он поехал в Израиль, вы приехали в Америку, и через 36 лет вы поругались с ним в 1984 году, сейчас 2020 год, 36 лет миновало. Через 36 лет вы вдруг его на свадьбе увидели. Вы до сих пор на него зло или вы уже немножко успокоились? 36 лет прошло. Это половина жизни некоторых людей. И что интересно, когда Яков увидел своего брата Эсава, через 36 лет разлуки, все равно Эсав взял с собой 400 человек, чтобы Якова уничтожить. Спустя 36 лет. Почему 400 он взял? Не 300, не 500. Почему 400? Потому что 400 имеет числовое значение Айнара. Некоторые говорят, что Эсав, он один пришел, и он принес с собой сильнейшую Айнара. А некоторые говорят, нет, Тора не меняется, как написано 400, значит 400. И это правильно, и это правильно. Яков Авину, когда узнал, что Эсав идет к нему навстречу, он обрадовался или он испугался? А что он пугается? Бог ему сказал, Яков, ни о чем не переживай, я буду тебя оберегать, и ничего с тобой плохого не произойдет. Если Бог вам сам дает гарантию, что с вами ничего плохого не будет, вам надо бояться или нет? Айнара говорит нам в этой же странице, которую я почитал, что Яков Авину, он все равно испугался, почему, может быть, я сделал что-то нехорошее, и Бог это обещание, может быть, не исполнил. Может быть, я согрешил. Яков Авину, он взял с человеком, которого звали Лаван, это был его дядя с маминой стороны, потом он женился на его дочерей, наженился он на своих двоюродных, сестренок, этот человек, его звали Лаван. Как переводится Лаван? Не говорите, что Лаван это лентяй, на бухарском языке Лаван-д, переводится лентяй. Как я спрашиваю, как переводится Лаван, лентяй? Нет. На бухарском в конце буква Д еще есть. Лаван-д переводится лентяй. На еврейском Лаван переводится белый, но он на самом деле не был белым, он был черным. Он был черный, как уголь. А почему его назвали белый? Он себя назвал белым. Что я чистый, что я хороший, что я честный. И этот Лаван, Яков, у него жил 22 года. Вы можете прожить с самым большим обманщиком на свете 22 года. Вы видите, к нему приходят люди, и он их обманывает. Вы видите, он говорит, это очень-очень хороший барашек я тебе продаю. Ого, такой барашек. А на самом деле вы знаете, что этот барашек через пять минут он погибнет. Но он там что-то дал ему попить или покушать, этот баран еще выглядит хороший. И вы видите, как этот Лаван людей обманывает. 22 года вы видите, каждый день, утром, вечером, днем, утром, вечером, он обманывает. Это на вас повлияет или нет? Тора говорит, Якова вину говорит, с Лаваном я жил и ничего я от него не научился. И он, с одной стороны, себя обвиняет, я от него ничего не научился. Почему? Как он грехи делает с большим-большим наслаждением. Я, себя вину, что я не научился делать митвы с хорошим наслаждением. Мурав, работай. Значит, мы должны знать, что Якова вину, он испугался, когда узнал, что Эсав идет к нему на встречу. Что вы думаете, этот человек говорит, главнокомандующий? Все, кто идут на войну, если кто-то из вас построил бы хороший дом, новый дом, и вы не успели там начинать жить, идите домой, и не надо идти вам на войну, потому что вы недавно построили дом, вы не успели еще туда переехать, сделать новоселье, поэтому я вас от этой войны что делаю? Освобождаю. Кто построил дом и не успел там еще жить, идите домой. Сколько людей уходит домой? Сколько людей? Откуда мы знаем? А может быть, есть люди, которые говорят, нарочно я дом построил и убегаю, передумал. Второе, если кто-то из вас посадил виноградник и не успел пожинать плоды, пусть он возвращается домой, а то другой человек будет пожинать эти плоды. Три года надо ждать, да? Да, он должен подождать, пока не выйдут плоды. Третий, кто тот мужчина, который обручился с девушкой, сегодня, когда вы даете кольцо невесте, сразу делают шевоброход. А раньше, когда давали кольцо, через год только они делали шевоброход. Он ее делал занятой, чтобы она ни за кого не соглашалась выходить замуж. В то время не было ли ресторан, как сегодня, позвонили или пошли пять минут меню сделали и пошли домой? Нет. В то время надо было, чтобы человек сам купил курей, чтобы он принес скамейки, чтобы он созвал людей. Это целый год они готовились к свадьбе. Целый год. Сегодня вы можете это сделать за короткое время. Уже есть специальные места, ресторан, там уже столы, стулья готовы, все готово, красиво все. Но раньше люди делали свадьбы во дворе. Вы помните, как чистили курей, как звали кайвону? Сами все делали. И вы знаете, намного интереснее было тогда. Нож куринашева. Тогда было намного-много... Да, мухи, конечно, мешали мухи, а в основном все было нормально. Кто тот человек, который обручился с девушкой и не успел с ней жить, пусть он вернется домой, ибо он может погибнуть на войне, и другой человек возьмет ее в жену, и он, когда воюет, он будет думать, она там останется, или этот дом я построил, сколько я мучился с этими строителями, и сейчас кто-то другой войдет и будет жить на готовые, он вот так будет переживать, переживает, он не сможет воевать, и это будет ему мешать, поэтому какой смысл, что ты идешь на войну, если у тебя сердце находится дома, или ты переживаешь, и он еще одну вещь говорил, тот человек, который согрешил, пусть он тоже возвращается домой, или если он боится, пусть он других людей не пугает своими словами, мы не сможем их победить, они нас уничтожат, от нас ничего не останется, если он будет вот так других людей пугать, иди лучше домой, и настроение другим не порть. Как только они уже все решили, кто останется, кто идет домой, когда они уже идут на войну, уже назад дороги нету. Я не могу понять, человек сейчас идет на войну, большинство людей, которые идут на войну, тем более, если они находятся на первой линии фронта, они знают, что они идут на смерть, правильно? Он будет переживать, что сейчас его жена будет выходить замуж на другого, когда он погибнет, он будет об этом переживать? Ему вообще больно, что она выйдет замуж на другого или нет? Больно? Но сейчас не дай Бог ты умрешь, тебе имеет значение, что она вышла замуж на другого, он ревнует перед смертью? Как вы думаете, человек ревнует или нет? Гаврель говорит нет, остальные говорят да, большой махлокет. Когда человек, он боится, что у него есть грехи, он знает, что Бог мне помогать не будет. Теперь, нет, даже есть люди, которые, им стыдно говорить, что я согрешил, понимаете? Он не хочет, чтобы сказали, кто поднимите руки, кто согрешил, я согрешил, он будет говорить, что он согрешил. Я вам, если будет время, почитаем, как он должен доказать или нет, я не знаю, если мы успеем, но сколько успеем. Итак, мы должны знать, когда человек, не дай Бог, умирает, он должен перед смертью раскаяться. Иногда человек находится на смертном адре, в больнице, иногда он находится в коме, иногда он еще соображает перед смертью. и люди говорят, рабае, мы хотим, чтобы вы пришли и вы почитали молитву. Он должен перед смертью раскаяться. Теперь, если, например, человек находится в коме, он не знает вообще, что происходит, уже нет смысла, что вы делали виду, и человек перед смертью должен раскаяться за свои грехи. Если, например, человек может за вами повторять, он еще может разговаривать, есть люди, которые умирают, и они еще в сознании, есть люди, которые умирают, они долгое время находятся в коме. Если человек видит рабае, он много раз пугается, вот, рабае позвали, значит, уже я уже пришел. Я много раз говорю, не надо звать рабаев, я вам скажу, что надо делать. Есть люди, которые сами идут в больницу, сами читают, наоборот, иногда человек пугается, но, как говорится, например, человек, он находится в коме, то тогда уже не поможет то, что мы читаем в виду, и потому что он не раскаивается за свои грехи, вы не можете вместо него раскаяться. Он сам должен раскаяться. Есть, например, да, есть, например, человек не может повторять за вами, но он понимает, он головой кивает, да, вот так, и вы говорите, лучше, чтобы жена его или его дети сказали, папочка, ты худохат будешь жить, но, может быть, человек согрешил, поэтому Бог дал тебе болезнь, может быть, ты шаббат нарушал в Союзе, и жена Мику не ходила, он должен очень и очень аккуратно, красивым образом, чтобы он не испугался, должны ему это преподнести. Папа, ты согласен, что ты извиняешься перед Богом, что ты шаббат должен был в Союзе работать? Ты извиняешься перед Богом, что ты лезвием брил лицо всю свою жизнь? Он вот так должен головой что делать? Соглашаться, что он извиняется за свои грехи. Даже если он ртом не может произносить, но он в сердце извиняется перед Богом, это уже ему на том свете поможет. Это не значит, что он прям Ганеден попадет, на это ему поможет сильно на том свете. Теперь, если, например, человек умирает, он в это время должен у Бога попросить прощения. И написано в Медраж, Бамидбар, глава 20, парагда 3, что самый-самый тяжелый вид смерти это когда человек умирает из-за того, что у него нет воды попить. Он умирает от жажды. Человек попал в пустыню, хочет глоток воды, нет воды. И он умирает, он думает не про Бога, когда умирает, а он о чем думает? О воде. Где вода? Где вода? Где бедуины? Где я могу попить воду? Конечно, есть много других видов смерти, которые, кинсер, не дай Бог, другие тоже, очень страшно, но Медраж говорит, что когда человек умирает от жажды, в то время ему Бог сейчас не нужен, он не думает про раскаивание, он думает только о воде, и это нехорошо, что человек умирает и не успел раскаяться. Самое главное, не дай Бог, никому умереть в молодом возрасте, мы все хотим жить долго, и мы всем желаем жить долго. Самое главное, это чтобы человек, если он уже умирает, не дай Бог, чтобы он успел что сделать? раскаяться от души. Но человеку нельзя говорить, я буду грешить, потом буду раскаиваться, это не считается. Мураб работай, когда человек говорит людям, солдатам, кто поженился, дал девушке кольцо и не успел с ней жить, пусть он возвращается домой, ибо он может умереть, и потом другой человек на ней женится. Значит, человек, даже когда он умирает, ему больно, может быть, она за кого-то другого выйдет замуж. Конечно, я это стараюсь, много не говорить, но мы должны знать, что если женщина, у нее муж умер, и у нее муж на том свете все видит, и другой человек хочет на ней жениться, на этой вдове, в Каббале спрашивается, есть ли ее муж на том свете на нее ревнует, или он ее благословляет. В Каббале написано, и надеюсь, что никто не обидится от меня, потому что я говорю много вещей, и некоторые люди неправильно меня понимают или много раз обижаются. И вот, в Каббале написано, когда человек женится на вдове, он должен постараться собрать 10 рабаев, 10 талмидей хахамим, 10 знатоков Торы, которые хорошо знают Тору, и надо ему почитать специальную молитву, которую написал Рашаш. Дорогие мудрецы, я хочу вам сказать, что я намерен жениться на этой вдове, ее имя он должен сказать, но я надеюсь, что ее муж на том свете и на меня не будет злым, потому что все-таки она, когда покинет этот мир, она должна будет вернуться к кому? К первому мужу. Если они развелись, он ей дал развод, то они уже на том свете вместе не будут. но если он умер и не успел ей дать развод, или он умер, они друг друга любили, после смерти она идет на том свете к нему, даже если она вышла второй, третий раз замуж. Поэтому этот человек должен почитать молитву. Эта молитва находится в книге Таами Аминагим, глава 1071, если мне память мне не изменяет, и эту молитву я однажды сделал копию, что он должен почитать эту молитву в присутствии 10 больших знатоков Торы. Не просто 10 рабаев, которые синагогу имеют, нет. Талмиде Хахамин написано. Знатоки Торы, большие рабаи, которые Талмуд наизусть знает, все наизусть знает. Он должен сказать, я хочу, чтобы вы помолились, чтобы этот умерший на меня на том свете не злился. И они должны читать специальные молитвы, чтобы его душат на том свете, успокоить. Поэтому мы должны знать, что человек, он даже, когда умирает, иногда может что думать? А почему он должен ее брать? Почему он должен этот дом брать? Иногда человек может умереть, и он думает не про себя, а думает, почему этот человек взял мое богатство? Почему он брал мою жену? Я имена не говорю, но однажды муж-жена разводится, они могут развестись спокойно, и они могут развестись со скандалами и большие деньги дать лаера. Женщина звонит, говорит, рабаим, поговорите с моим мужем. Уже почти все эти деньги ушли на лаеров, они хотят разделить дом, и муж говорит, я готов все деньги отдать адвокатам, но чтобы она ни копейки у меня не получила. Она говорит, давай поговорите вы с ним для того, чтобы мы аккуратно это сделали, и чтобы разделили имущество, но он что говорит? Я говорит, я ничего не хочу давать. Лучше эти деньги все лаер возьмет, это на принцип. Есть такие люди, ни один, ни два, много, много есть таких людей. Как я вам говорил, что один человек получил тикет 115 долларов, и он потратил тысячи раз больше денег, 115 тысяч, чтобы доказать, что он не виноват. Он выиграл, сказали, что на самом деле он освобожден, но не должен платить, и его спросили, ты попал на тысячи раз больше адвоката, много-много-много-много раз ты судил город, почему тебе дали тикет. Он говорит, я специально хотел доказать, что я прав, хоть даже я потерял намного больше. Есть такие люди? Есть такие люди, которые готовы потерять намного больше денег, только для того, чтобы доказать, что я не виноват. Рабьонатан Айпщиц, который был рабаем в Чехословакии в городе Прага 250 лет назад, на этом я закончу мои речи, однажды к нему пришел один мясник, он купил очень-очень большую корову, сегодня корова стоит примерно 5000 долларов, живая корова. теперь этот мясник попросил одного раба, чтобы раба зарезал, и раба, который зарезал, он занес руку, проверит легкие, и что? Танк говорит, не хошерный, легкие дырку имеют, не считается, не хошерный. Этот мясник говорит, я не верю, пока Рабьонатан Айпщиц не проверит, я этому рабаю, который зарезал, не верю. пришел Рабьонатан Айпщиц, поставил свою руку вовнутрь, говорит, я извиняюсь, этот шохет прав, эту корову ты не имеешь права продавать евреям. Он купил ее за 5000, и не еврею продал, сколько раз меньше? 4 раз меньше. Сколько это будет? 1200 сяк, он продал. Он потерял 75% своих денег. Через несколько дней этот же человек, мясник, он должен был судиться с кем-то, за небольшую сумму денег. 200 долларов, 300 долларов с кем-то он поспорил, и обратно к кому пошли? Обратно позвали Рабьонатан Айпщиц. Рабьонатан Айпщиц видит, он говорит, он говорит одно, он говорит такое, все спрашивает, Рабьонатан Айпщиц говорит, мясник, я извиняюсь, ты виноват, а этот человек прав, ты должен ему дать эти деньги. Там небольшая сумма денег. Этот мясник, он сказал, хорошо, Рабь, вы правы, или он был злой? То, что он от коровы потерял 3750 долларов, он сказал, Рабь, ваше слово, закон. Но сейчас, когда он намного меньше должен кому-то отдать деньги, он вдруг поднял скандал. Рабь, он, наверное, вас подкупил, вы неправильно говорите, спорит, спорит. Почему? Потому что, когда вы кого-то задеваете, есть люди, которых вы нечаянно задели, знаете, не дай Бог, никого задевать, нельзя. Но когда человек, на его уважение наступили, что-то неправильно сказали, даже если он два дня тому назад потерял больше денег, а здесь вы теряете намного меньше.